Уполномоченная по правам человека в Неницком округе подвела итоги работы за 2017 год. Лариса Сверидова выступила на сессии окружного парламента. В прошлом году в адрес омбудсмена поступило более 200 обращений от жителей округа из других регионов и даже из-за границы. Основные вопросы касались социальной составляющей, улучшения качества жизни в регионе, пенсионного и медицинского обеспечения. Жители округа просили помочь в решении трудовых споров и трудоустройства. Ольга Русова расскажет подробнее. За помощью к окружному омбудсмену в прошлом году жители региона обращались 219 раз. Из 43 писем, поступивших в адрес правозащитника, 8 были коллективными. Еще 92 обращения поступили во время выездных приемов. Одна из наиболее частых – просьб помочь решить проблему соседей дебоширов. Но, как отметила Лариса Сверидова, решить ее при помощи полиции и административных методов наказания не получается. В таких случаях эффективным решением является судебный порядок выселения профессиональных дебоширов. Судебная практика принудительного выселения с предоставлением менее благоустроенного жилья в Наринмаре уже существует. Открытым остается вопрос о создании маневренного фонда для таких жильцов, поскольку право на жилище неотъемлемо даже в этом случае. В тройку лидеров также вошли обращения граждан по вопросам урегулирования трудовых конфликтов между работниками и работодателями. По словам окружного обыцмена, это связано с непониманием гражданами нового порядка оплаты труда. Меры социальной поддержки граждан также один из популярных вопросов наших земляков. В связи с этим, уполномоченная по правам человека предложила создать в округе патронажную службу. Проект «Формула добра». Реализация этого проекта решит сразу несколько вопросов, в том числе и с трудоустройством молодых специалистов. Конечно же, проект масштабный, глобальный, который мы хотим реализовать, это «Формула добра». Мы, наверное, его предложим в проектный офис, потому что в результате него мы получим, во-первых, волонтеров, те, которые будут знать, что такое милосердие, обладать компетенциями, которые будут помогать ухаживать за престарелыми людьми, за одинокими людьми. У нас достаточно их много. Ну и самое главное, человек, который получает образование в социальной сфере, а у нас есть это на базе колледжа, да, медицинский персонал и на базе техникума, поймет о том, что нужна ли ему эта профессия, получить занятость и возможность применить свои знания. Десять обращений в прошлом году зарегистрировано от представителей коренного малочисленного народа Севера. Оленеводы столкнулись с проблемой ежегодной регистрации оружия. На сегодняшний момент оленеводам будет предложена схема следующая, значит, им нужно будет прибыть в свои стационарные поселки по определенному графику, пройти медицинское обследование и дальше Нацгвардия берет на себя остальные процессы, вопросы урегулировать с оплатой госпошлим, с обучением, ну и потом только проверять уже после этого, чтобы не штрафовать формально. 2018 год юбилейной России будет отмечать 25-летие Конституции. Это отметила Лариса Сверидова хороший повод повысить правовую грамотность среди населения. И в первую очередь среди молодежи, поэтому в округе готовится проект «Арктическая школа права». Благодаря его реализации молодежь округа сможет получать квалифицированные консультации специалистов.